Постоянная вонь в квартирах и подъезде, прогнивающий потолок и стены. Так описывают свое соседство с владелицей огромного количества животных, жители дома по улице Данилевского. Дмитрий Столяров, проживающий этажом ниже, рассказывает, воюет с пожилой соседкой Паулиной Флексер на протяжении 20 лет. Говорит, женщина содержит больше 10 собак и около 20 кошек в ужасных условиях. Практически не выводит их на улицу, а запах распространяется такой, что летом соседи даже не могут открыть окна. Жители дома вместе с Харьковским центром обращения с животными даже обращались в суд. Но попытки запретить ей держать четверолапых в антисанитарных условиях пока не увенчались успехом. На следующий год их никогда уже не бывает. Кошки выглядят хуже, чем бездомные, потому что деросина, туская шерсть, вяловатая. Чем, кому удалось порваться, иногда видели, у нее там на диване где-то валяются трупики кошек, щенков, иногда уже полуразложившиеся мумии. Она, наверное, просто не обращает внимания. Судья не усмотрел в поданном иске этого коммунального предприятия оснований для возбуждения административной ответственности. Хотя в 2010 году точно такой же иск закончился благополучно. Ну, в каком смысле? Суд присудил конфискацию животных. Их действительно у нее вывезли. Конфисковали и вывезли. Но ровно через 5-6 дней комплект животных начал опять пополняться. Сама хозяйка питомцев общаться с журналистами на камеру отказывается. Через закрытую дверь говорит. Устала от внимания прессы, а заявления соседей называют просто капризами. Извините меня, но я все-таки не прислуга моих соседей. Я в своей квартире, а соседи мои всегда недовольны. У них капризы. Извините меня, попросу меня не беспокоить. На прошлой неделе суд, выслушав доводы жильцов и сотрудников центра, а также аргументы защитников, встал на сторону владелицы четверолапых. Адвокат Марина Суркова утверждает, закон Украины не ограничивает количество животных, которых можно держать у себя дома. Кроме того, флексер за ними ухаживает, хорошо кормит и выгуливает. Правда, пока не видят соседей, опасаясь конфликтов. Также, по словам Марины Суркова, ее подопечная хочет зарегистрировать своих питомцев. Но в центре обращения с животными ей постоянно отказывают. Судья была очень удивлена таким поведением КП, что они не дают их регистрировать, не регистрировать животных и, с другой стороны, составляют протокол по поводу нерегистрации. Противоправность деяния заключается и в вине человека, которому предъявляют обвинение. В данном случае вины Паулины флексер нету, потому что она пыталась зарегистрировать собак. Как бы вот так. На этом основалось решение суда. То есть решение суда вполне законно. Однако в центре обращения с животными с таким решением суда не согласны, поэтому подготовили апелляцию. Директор Юлия Шаповалова отмечает, что всему виной недочеты в законодательстве. Подтверждают, что действительно отказывали женщине в регистрации четверолапых, поскольку в их положении есть норма о том, что регистрировать их не могут, пока есть многочисленные жалобы от жильцов дома. Задает вопрос, за что вы хотите привлечь к ответственности Паулину флексер? Мы говорим за содержание незарегистрированных собак. А судья спрашивает, она изъявляет желание зарегистрировать. Почему вы не регистрируете? Мы говорим, а мы не регистрируем, потому что положением нашим запрещена регистрация, если есть жалобы. То есть, у нас получилась такая юридическая коллизия. О противоречивости законодательных норм, касающихся содержания животных, говорят и юристы. По словам адвоката Романа Чумака, в данной ситуации по закону владелица кошек и собак действительно имеет полное право держать у себя любое количество питомцев. Но если они живут в ненадлежащих условиях или соседи страдают из-за антисанитарии, связанной с большой численностью четверолапых, то защитить свои права они могут с помощью подачи не административного, а гражданского иска, уверяет эксперт. В случае, если содержание таких животных нарушает их права, например, санитарные нормы, эпидемиологические нормы, в том числе, не вправе обратиться в суд и в судебном порядке потребовать урегулировать численность, либо соблюсти определенные условия содержания. Здесь следующий вопрос рассматриваю с точки зрения нарушения прав животных, поскольку содержание животных, например, в таком количестве, естественно, в закрытом пространстве, может говорить о том, что нарушается права еще животных. Именно такой иск, по словам соседей Паулины Флексер, они намерены подготовить в будущем. Тем временем в Центре обращения с животными сообщили, что ими разработан ряд поправок, которые уже находятся на рассмотрении в Верховной Раде. Если они будут приняты, то за нарушение женщины ветеринарно-санитарных норм в жилом доме ей будет грозить штраф вместе с конфискацией ее питомцев. Лариса Говина, Владимир Борох, Михаил Воронков, Агентство телевидения новости.